Привет друзья! Многие не раз задавались вопросом, какой прибор купить или какую катушку поставить на свой, чтобы увеличить его возможности. А главное где? Я вам подскажу. Интернет в магазине MD Region UA. Здесь вам помогут выбрать максимум для вас за минимальные деньги. В магазине MD Region UA огромный выбор приборов, катушек и разных аксессуаров. Вся продукция конечно же с гарантией. Кроме известных фирм, таких как Garrett, Minilab, есть и другие. Широкий выбор бюджетных металлоискателей. В магазине часто проходят разные акции с выгодными предложениями. Есть множество обзоров о разных приборах, катушках и так далее. Также есть блог, где вы первыми узнаете о новинках в мире поиска. Ссылка на интернет-магазин Region UA. Он находится в Киеве и контактные телефоны будут под видео. Привет, друзья, товарищи. Погодка сегодня шепчет, прям как не поздняя осень. Прикупил я себе новые перчатки. Залог успеха. Так что сегодня с вами покопаем. Где будем копать? А везде будем копать. Поездим, посмотрим, попроверяем. Вот за мной поле уже сделали, но еще не пахали. Походим, посмотрим. А нет, переедем. Почему-то хочется сегодня чего-нибудь, чего-нибудь, хотя бы чего-нибудь. Желательно, конечно, бы по царизму. Места здесь, да такие. Попадаются и Советы, и Николай. Все попадается, но мало. Так что много говорить не буду. Да, друзья, если хотите поговорить, заходите в группу. Ссылочка есть под каждым видео. В группе люди общаются, делятся информацией, чего-то продают, покупают. Если вам это интересно, зайдите, группа открытая, и будет вам счастье. Так, много говорить не буду, потому что время идет, сейчас день короткий. Так что пойдемте покопаем, сейчас поле покажу. А вот такое у нас бескрайнее поле. Красота, ветра нет. Но здесь было немного домиков. Но походим, чего? Нам-то много не надо. Пару монитосин, и жизнь удалась. Пойдемте. Вот, стою на доме, или это не дом был, я не знаю. Большой такой холм. Сигнал был, это уже третий. Похож на серебро. Но, не серебро. Какая-то штучка. Ой. Штучка. Интересная какая-то двойная шестеренка. Секундочку. Да. Какая-то двойная шестеренка. Чего это могло быть? Я не знаю. Будут варианты, подскажите. Ну, первый сигнал должен быть шмурдяком, или первая находка. Так что у нас все по плану. Продолжаем. Нашел интересный сигнал. Смотрите. Так у меня бьет рим и много чего. Но сигнал стабильный. 36, 34. Сейчас выкопаю и посмотрим. А вот копнул второй раз, и вылезла наша находка. Ёлки-палки. Это старенькая обломанная ложка. Ну, чё. Ложка так ложка. Два шмурдяка. Это всё точно будет зачётная находка сегодня. Надо же верить в эти все знаки. Красиво. Если бы целое было, вообще было круто. Продолжаем. Ха-ха. Нашёл сигнал. Мечта. Смотрите, со всех сторон. Я думаю, что манитосина. Сейчас быка пою и покажу. Крутяк. Ай-не-не-не-не-не. Ха-ха. Я красавица. О, смотрите. Даже не копал. Лопату только вставил. И вот наша находочка. По размерам двунгель Александра. Империя. Крутяк. Секундочку. Она самая. Сильно не тёр. Две копейки. 1822 года. Александр I. Красота. Первая империя за сегодня. Я знал. Ха-ха. Я знал. Продолжим. Мы ещё здесь походим. Так пахнет подсолнухом. Красота. И не скажешь, что поздняя осень. Ищем. Две копейки. 1822 года. Это у нас Александр I. Буквы ЕМФГ. Материал медь. Масса такой монеты. 13,65 грамма. Диаметр 29,00 плюс-минус 1 миллиметр. Это у нас Екатеринбургский монетный двор. Но вот в нашей местности монетка с буквами ФГ попадается намного реже, чем НМ. Хотя и тираж тут 44 миллиона 867 тысяч 500 штук. Из-за этих букв мне такую монетку оценили где-то в 100 гривен. Это у нас приблизительно 211 рублей. Для наших мест это дорогущая монета. Смотрите, чего нашел. Нашел прибором, но лежит сверху. Вот. То ли на перстах, то ли колокольчик. На перстах. Почти целый. Сейчас закроем. О какой. Большой. Это, наверное, на ногу. Или на ногу. Как кому будет угодно. Ну что, на перстах, так на перстах. Заберем. Почти новый. Карман. Ушел я с того дома. Сигналов там больше правильных не было. Хожу, брожу. Был верховой сигнал. Смотрите как. Копнул. А оно сверху. По всей видимости, это... Ага. Это ага. Вы видите, какая-то пряга. Земля уже промерзла. Я понял. Надо вот так вот. Оп. О-хо. Даже зацапом. Смотрите. О, как зачетно, а. Секунду. Смотрите, какой оттиск остался. Люблю, когда так. Вот такая вот огроменная пряжка. Красивая, бронзовая. Помою. Посмотрим. Пряжки тоже люблю. Все люблю. Да, еще нашел бабку. Набросил сумку. Бабку покажу в конце. Забираем. Продолжаем искать. Смотрите, нашел какой сигнал. Сейчас выкопаю. Посмотрим. Смотрите, как. О-о-о. Вот торчит. Большая. Но тоже похоже. Хоп. На двунгель. День двух копеек. Так. Монетка. Ты кто? Монетка. Походу, она. Секундочку. Да. Сто процент на две копейки Александра. Только смотрите, какая жбонь тут прилипла. Вот это уже интересно. Попробую я очистить. Но я уверен, что по жбонью будет раковина. Но все же. Год не видно, не тер. Но орла видно. Почистим. И покажу. Посмотрите, как это получилось. Карман. И продолжаем дальше искать. Две копейки 1817 года. Это у нас Александр I. Буквы ЕМНН. Это у нас Екатеринбургский монетный двор. Тираж таких двух копеек 75 миллионов штук. Недаром ее называют царица полей. Материал медь. Масса такой монеты 13,65 грамма. Диаметр 29 миллиметров плюс-минус 1 миллиметр. В таком состоянии монетка стоит максимум пару гривен. Или рублей 5. Это у нас может где-нибудь дороже. Был сигнал типичный для совета. Копнул почему-то много раз. И смотрите, вот наша находка. Не видно? А вот. Оп. Я знаю это. Что за штука? Я такую находил в прошлом видео. Только была разогнута. А чего за штука? Не знаю. Секунду. Во как. Я так понимаю сюда вставлялся ремешок. Это было окончание какой-то... Какой-то ремня. Если кто знает, подскажите. Вот здесь дырочки есть. Просто интересно. Забираем. Старенькая бронза. Ветер подымается. Иду уже к машине. Там сигнала не было. И вот такой вот ямы. Смотрите. Какой сигнал. Была глубоко. Выкопал. Еще не смотрел. Четкий 48. Даже не знаю. Весь так напрягся. У меня так бьет большая монета. Ну или какой-то... Большой железяк. Но здесь я такого Или алюминия Не находил. Где же ты? Это оно ты видел? Где-то тут. Опа. Руки. Так. Смотрю. Через камеру. Могу не увидеть. Не. Опа. Ха-ха. Смотрите. Это по всей видимости 5. Так. Опять Екатерина нас радует. Чего-то у меня Да и осенью Поперло на Большую медь Екатерины. Что? Затертый? Елки-палки. Вроде пятачков немало. Но какие-то они все Затертые. Так. Сильно тереть не буду. Сейчас. Вот это да. Ха. Вот это да. Смотрите. Вы это видите? Это пятак Елизаветы. Ха-ха. Елизаветы Петровны. Вот это да. Я их находил всего Пару раз. Они конечно Сюда затертые. Но сам факт. Пятак Елизаветы Петровны. Круто. Вензеля видно. Ну а птичку. Да и птичку вроде Четок видно. Помоем. Почистим. Фотографируем. Вот это да. Вот это у меня Находка дня. Хороший коп. День удался. Недаром сколько проехал. Покружу. Но это скорее всего Потеряха. Потому что Больше сигналов Я там не нашел. А это просто по дороге К машине. Все время иду. Машу. Вот тебе и На-на-на. Ха-ха. Круто. Все. Поедем на другое поле. Может и там нам улыбнет. Класс зачетный. 5 копеек 1760 года. Это у нас монета Елизаветы. Материал Медь. Тираж такой монеты 25 миллионов 900 тысяч штук. Диаметр 41 миллиметр. А вес 51,19 грамма. Достаточно огромная монета. У нас они попадаются очень редко. В таком состоянии цена монетки у нас около 50 гривен. Это где-то 105 рублей. Но видел на разных площадках в интернете люди просят и 150 и 200 долларов. Но просить можно много, а кто-то даст деньгар. переехал я на новое поле. Но наверное здесь долго не похожу. Попробую сейчас и поеду еще на одно. Там может быть получше. Почему не походим? Сейчас покажу почему. Смотрите какая вспашка. Здесь только ноги выворачивать. Да и такие большие глыбы украдут весь сигнал. но все равно домики вижу. Сейчас прямо на домике пойду вокруг жить не буду. Так пробегусь с полчасика и поедем дальше. Красиво. Я даже нашел сигнал. Как я говорю загадочный. Загадочный но стабильный. Так сейчас оп не здесь. О как быстро если быстро это хорошо. Опа Что это? Что за штука? Так не уходите just moments О какая-то интересная штука. Может быть с медальки или я не знаю. С этой стороны вот так никаких вроде бы застежек нету. А снизу как будто ремешок продевался. То ли это просто три черточки то ли это три. Не знаю будут мысли подскажите. Интересно. Карман покружим. Какое небо красивое. Здесь не знаю видно вам или нет. Как будто старое русло шло. Но я по нему ходил и по холмам ничего не находил. Но с виду как будто русло может быть тысячи лет назад. Так смотрите. Нашел я вот такой сигнальчик. Выкопал с одного раза. Ну какой-то он чистый. Но как будто колокольчик. Может быть какая-то жбонь. А уже потерял. где-то здесь. О опять нашел. Не вижу. О что ж такое. Через камеру плохо видно. Так буду смотреть так. Опа на монета монетка монетка не даром я сюда залез. Следов нет. Наверное это я один больной только такой. По таким глыбам лазить. Чего это у нас? Я так не вижу. Just moments. Опа на. Это у нас деньга. 1700 какого-то года. Я думаю будет видно но я не тер. с этой стороны вот так видно что сельхоз техника ее коцнула но все же деньга это всегда в радость. Старина. Забираем карман и продолжим искать. Пойдем еще с вами вот сюда. Видите? Почти дошел такой холм большой. Это по всей видимости дом. Покружим еще по нем. А вдруг там рубль Николая или два. Деньга 1738 года. Это у нас Анна Иоанновна. Гурт монеты сетка. Материал медь. Вес такой монеты 8,19 грамма. Диаметр 23-28 миллиметра. А вот тираж 36 542 510 штук. В таком состоянии монетка бесценна. Ее лучше продавать кучкой с другими монетками. Ну что, переехал я в последний раз. Почему-то устал. Еще чуток здесь покружу. Здесь вроде чуток лучше. И буду ехать домой. Может тут еще чего-нибудь дед нам подкинет. Пойдемте. Хожу, брожу черного сигнала моря. Выкопал конину. Сейчас покажу. Нашел вот сигнал. Ну, какой-то он с этой стороны вроде цветной. А вот с этой стороны черный. Ну, я шел с этой, значит, буду копать с этой. тут у меня монета. Так, сейчас выкопаю и покажу. Копнул дважды, сигнала вообще не было, как будто черный. За третьим разом выбросил. Ну, это монета, друзья, я ее вижу глазами. Во! Вот тебе и сигнал. Вы видели, какой был. Как лежал, не знаю. С одной стороны вообще не было. С чего это у нас? А кто его знает? Наверное, двундиль Николая секунду. А вот наша монетка. Это две копеечки. То ли Николая второго, то ли Александра последнего. Не тер. Но монетка походу живая. Так что почищу, покажу. Первая монетащина на этом поле. Покружу, хотя устал. Еще чуток и будем ехать домой есть сало. Две копейки 1915 года. Это у нас Николай второй. Материал медь. Вес монеты 6,56 грамма. Диаметр 24,1 24,3 миллиметра. Тираж 33 миллиона 750 тысяч штук. Не маленький. Но монетка в неплохом состоянии. если очень повезет, то у нас ее можно продать за 20 25 гривен. Это где-то 55 рублей. Это если сильно повезет. Ну что, друзья, товарищи. Все на сегодня. Если честно устал. Утомило то поле, где вот такие вот глыбы. Но доволен. Пятак Елизаветы это пускай и подтертый. Это очень редко и очень большое счастье. Еще хочу, друзья, поехать на одно место, но туда с братом. Пускай там очень редко, но попадаются наконечники по скифам, кусочки фибул. Да что, там даже когда-то находил топор. Но я думал это скиф, а оказалась Киевская Русь. Куда я ее деваю? Так что если вам интересно, я ссылочку там под видео, где-то вот здесь. Вот и хочу туда поехать. с братом? Да потому что два прибора больше земли проверить можно, чтобы не пропустить ничего интересного. Но там кукуруза была, я вот ездил, еще даже не убрали. Может попозже погода даст. Так что находочки покажу. Самые интересные вы наверное уже видели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. Пока пока. Ну что, находкам у нас вот так. Вот эту штуку выкопал, било как монета. Думал, монитосина такая большая. Вот как говорил вам бабка. Та что косу клепать или тяпку в пенек забивалась и вот здесь так клепали. Вот две нашел такие штуки. Не знаю, что это было. Если кто знает подскажите. Попадаются они такие вот насечками. видите. Я не знаю, что они крепили. Может быть бревна на доме. А по монеткам у нас вот так вот. Сейчас закрою. Шестеренка. Две копеечки Александра. Две копеечки Александра. Красавец. Пускай и потертый пятак Елизаветы. Это очень редко. Какая то вот штука. Может быть вы подскажете чего это. Нашел вот такой кругляшок. Думал монетка. Снимал но вырежу. выказал деньга. Две копеечки то ли Николая то ли Александра. Вот такую штуку нашел. Похожую по серебрению. По золотину. Это наверное просто похоже. Пряжка зачетная такая. Бронзовая здоровая. Канина наверное наперсток. Кусочек ложки. Жаль что не целая. Так стоила кучу бы была. Канина и вот какая-то опять прям штука из сумки калиты. Вот как-то так. Кто не подписался обязательно подписывайтесь. Спасибо за просмотр.